всем доброго времени суток погода что-то мерзкая какая-то и решил я латанага половить карася на такой пятачковый полигон сейчас настроим свою супер удочку тесто дома замешал чтобы не париться уже приготовил вот такая вот удочка сколько метр семьдесят такой поплавочек несколько бусинок дробинка и крючок вот принципе все сейчас будем пробовать красиво ведь возьмем тесто чуть-чуть то и закормочный колобок ну-ка боже честно маленько замешу посильнее бусинок то не видать вода мутная светлой воде хорошо видно садов достать когда есть часик времени так чуть не посидеть не публиковаться сейчас он колобок прикормит красить этом есть еще одна оснастка хитрая такая вот испытать что-то плюет вроде что-то плюет вроде ух ты распрет надо было ведро наверное брать что-то это что-то что-то это 5 6 Садок ради прикола взять, хоть посчитать потом 7 Но Так, ради интереса 7 штук уже поймал 8 9 10 Нет, возьму ведро Так, ради прикола Пошел Садок взял Потом ради интереса посчитать 10 штук поймал уже О, положил Убежал Ладно, 11 12 Эх, мимо, садка упал Гал 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13 14 15 14 15 15 15 15 16 16 18 15 16 16 19 О, крупняк пошел, еще пятнадцатый, все поставил карася на точку, положил, удрал, короче шестнадцатый сошел блин карасяра, прикольная рыбалка такая, часик есть у вас времени, раз, выехал так без всяких изысков, сидишься в карасе и дергаешь свое удовольствие, красота Ух ты, как дернул то, 17 вроде, положил какие в садок, какие мимо садка ну маленький карасик, ну что теперь, так в свое удовольствие посидеть, потягать ради интереса, зато поклевочки, зато карасики вот, не крупненький, ну ничего, пятачки Опа, короче не помню сколько, по-моему 20 Говорю, надо счетчик купить О, поцак надо короче не буду я их считать, буду ловить свое удовольствие попаду, в садок не попаду все, кого к ни фото в садок вы и 贊 короче скорость ловли 100 карасей в час крупняк кто мне там в комментариях с Хиробуной сидел алексей рефтов написал приблуд до хрена алексей смотри она голода вот такая удочка вот такой кусок теста красота попробуй так по поводу сходов крючочек третий номер поэтому частенько если рыбку покрупней сходит эх карасяра ну и пусть небольшие зато клюют сидишь свое удовольствие на свежем воздухе так что покупайте своим детишкам маленькие удочки делайте им суперснасть тонага и чтоб они вам отдыхать не мешали садите пускай рыбу ловят еще карасик еще такой кусочек и вот такой карасик эх убежал еще не сажал тесто обсосали один глютен остался это уже на этот кусочек третья поклевка уж кусочки покрупнее лос ставить так карась покрупнее будет ваше третья покинул и ваше 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну то, что снасть рыбу ловит, это уже понятно. Надеюсь, значит, немножко расскажу, что же она из себя представляет. Удочка. У меня вот такая, левая какая-то. Значит, ростом она, если не соврать, по-моему, метр семьдесят. Вот, сложим в состоянии 35 сантиметров. Основная леска 0,14. Вот такой поплавочек. Они, значит, продаются такие по шесть штук, как стопорки. Вот такие вот бусинки. Бусинки у меня сделаны из стопорков, из обыкновенных. То есть, они нужны для отслеживания очень осторожных поклевок. То есть, вся снасть рассчитана вообще на самую мелкую рыбу, которая ловится. То есть, чем меньше, тем круче. Внизу у меня огрузочка. Вот такая дробинка, но это не по фэншую. Затем поводочек 5 сантиметров. И третий номер, крючок. Не знаю, будет видно, нет. Вот такой вот формы. Это крючок от Фанатика. По-моему, называется даже какой-то хитрый. Значит, насаживаем сюда глютенчик. Еще там что-то. Ну, обычно глютен там какие-то. Может, с добавками. И приходим в любую лужу и пытаемся ловить рыбу. Значит, сейчас эту оснастку я сниму. И поставлю еще одну, которую сегодня связал. По мотивам, так скажем, разговоров в чате. И попробуем посмотреть, что же у нас получится. Как она работает. Так, ну что, собрал я оснастку. Значит, практически то же самое. Удочка та же. Леска. Это у меня матчевая. Но, вместо поплавка у нас вот такие вот бобышечки. Насколько я понял, они предназначены именно для ловли на мелководье у китайцев. Ну, не знаю. Дальше идет у нас что? Грузило. И у меня еще стоит вот такая вот штучка с крючочком. Здесь вот силиконовая такая штука. То есть, видите, поводочек снялся. Мы берем поводочек, какой нам надо. Вот так на крючочек одеваем. И вот эту силиконовую штучку одеваем на сам крючочек. Все, поводочек у нас никуда не денется. В любой момент можно поменять, любой другой поставить. Значит, вот такая какая-то у меня получилась. Крючок поставил такой же, но это у нас пятый номер. Крючок вот. На той оснастке стоял вот такой. Третий, голубой какой-то. От фанатика. Хитрый называется. На эту оснастку поставил пятый номер. Чуть побольше. Потому что что-то частенько срывается. Ну, сейчас посмотрим. Оправдает себя или нет. Все это. Тут оснастку намотал на мотовильце. Опять сюда же. У меня тут и от тинкары, и от хиробуды, и от чего только нету. То есть большой органайзер таскать, когда неудобно. Берем вот такой маленький. Ну что. Идем, пробуем ловить. Помал первого карася на эти бабушечки. Камеру не успел включить. Видно здорово их. Не знаю, может быть даже на камере будет видно здорово. Огрузил так, что две плавают, а остальные притоплены. И даже по тем, которые притоплены. Ух ты, обманул. Можно уже отследить поклевку, когда тасит в сторону. Как я уже сказал, крючочек пятый номер поставил. Сейчас попробую кусочки покрупнее. Вот такие. Вот карасик покрупнее будет. Не знаю, видно, не видно. Вот эти здорово видно. И под водой. Вот-вот долбит. Вот они практически все всплыли. Хоп, карась. То есть и на подъем видно. И на утолб видно. И также видно, когда осторожно тащат в сторону. Думаю, эти бобышки можно приспособить и на простую поплавочную удочку на мелководье. Вот сейчас видно, пошла поклевка. То есть нижние бобышки видно, как пошли в сторону. Верхние даже еще не шелохнулись. А поклевочка уже видно. То есть снасть получается, скажем так, очень чувствительная. Ну не знаю, как если удочка будет длинная, будет это видно, нет. Но на такой коротенькой видно отлично вообще. То есть даже под водой те, которые утоплены, бобышки, их видно под водой. И вот они в сторону так начинают уходить. А верхние еще даже не шевелились. И уже видно, что это пошла поклевка. Вот, вот, пошли они в сторону. Хоп! Карась. Слушайте, мне нравится. Прикольная штука. И видно хорошо, они яркие такие. Интересная рыбалочка такая. Надо глютенчика все же побольше. Ну, сейчас не буду уже заморачиваться. В следующий раз сделаю вообще с глютеном один к одному. Как на ручье тогда делал. И будет самое то. Вот, вот, видно, 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 тащит, тащит, тащит. Что-то не всплываю. О, он под водой тягает там. Верхние вроде не очень, а нижние уже тягаются там во все стороны. Так что такая снасть имеет место быть. Прикольно. Мне бы еще камеру такую, чтобы можно было на поплавок наводить. О, тягает под водой. Классно видно вообще. Ну, потащил. Удрал. Ладно, беги. Сколько уж наладил, не знаю. Счет забыл. Ну, там что-то в садке есть, что-то мимо садка. Сколько попадало. Ничего, и на пятый номер клюет. Не обязательно совсем уж такой мусипусенький крючочек ставить. Интересная штука. Как-то так нестандартно, но покрывки, но вообще здорово. Очень чувствительная штука получилась. Что-то я еще ни одного карася не сфотовал. В сторону попер. О, тягает туда-сюда, в ту сторону. Верхние вроде еще на месте стоят, а нижние уже гуляют там вовсю. О, тягает туда-сюда, в ту сторону. О, крупняк! О, крупняк! О, крупняк! О, крупняк! О, крупняк! О, крупняк! Сразу тягает! Попер! что-то я поклевки по этой даже по моему лучше отслеживается чем по поплавку не знаю может даже видно будет вам на камеру в принципе расстояние это небольшое поплавочки яркие убежал пиар уклеечная снасть сплыли все на подъем клюнул глубину сделал побольше не стали со дна поднимать насажу и так вот типа протяга потащил хотя верхние поплавки еще с места не стронулись а по нижним уже видно чувствительная оснастка ну всплыли всплыли все хоп там нет ничего но струнул папер и Ребята. Так, ну если у меня хотя бы половина садов попала, вот тут хорошо, ложит, ложит, потащил, мимо, получается Танага это такой ультралайт для поплавочников. Харасиков, уклеечек, ротанчиков половить, так, когда времени есть, часик-полтора, особых каких-то вложений не требует, тут можно приспособить, практически два колена с телескопической удочки снял, и все. Ну ручку можно какую-нибудь примотать, чтобы удобно было. Не знаю, вот видно, не видно, вот саму поклевку, как происходит. сейчас вот не буду доставать, чтобы потом посмотрю. Верховка по плотке бьет. вот потащил, 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 эх ты, супер карась. Ну это уже, так может, такими темпами до рекорда дойду, такой, чтобы здесь десятикопечную монету. У японцев-то там они тонага это ловят, там чем мельче рыба, тем это круче. Но у нас мелкая вот такая. В принципе можно попробовать уклейку, песканчиков половить. Надо на другую речку. В принципе, думаю, на хиробуну, если крупные поставить, эти бабушечки, на 3,6, можно так же ловить. Надо попробовать будет. Да, в такой ловле полотенце вещь нужная, иначе будете как поросёнка. Попёр. Ооо, я так скоро к рекорду подойду. Вот, вот, все всплыли. Опять вот так вот. Ооо. Ооо. Прикорные пошли. Там все какие-то верховодки терепаются. Ну что, наверное, буду закругляться помаленьку. Как снасть тонага работает, показал. Как оснастка делается, показал. Двух видов даже. В принципе, надеюсь, кто заинтересуется, будет понятно, что как примерно. Скорость ловли 100 карасей в час. В принципе, нормально. Погода хреновая. Но, тем не менее, сейчас был, что я в телевизор пятился или в компьютер. А так, на свежем воздухе посидел, карасей наловил, толпу. То есть, достаточно интересная такая, динамичная ловля. Сколько я поймал, не знаю. Сейчас в саду, как уже говорил, если половина попала, то хорошо. Но еще можно сделать такой вывод, что для такой ловли или вообще чистый глютен мешать, или один к одному. Я вот один к трем намешал, и все равно как-то не очень удобно на маленький крючочек так насаживать. А вот тогда на ручей рыбачил один к одному мешал, вообще классно было. Значит, так и буду делать. Ого, попер, ложат. Вот такие караси. Сейчас покажу, что там в садке у нас есть. Пару раз фотою. Удочку, кто страшно, надо пристегивать. А то какой-нибудь монстр утащит. Вон, вон верховка ходит, по верху. Вон он, не знаю, видно, нет. Что-то собирает, что-то жрет. С бабушечками мне понравилось рыбачить. Поклевки здорово отслеживаются, видно их очень здорово. Лучше, чем бусинки. Может, если бусинки были бы какие-нибудь флуоресцентные. Может, и бусинки хорошо было бы видеть. Но бусинки хороши по чистой воде. А здесь вот так вот, вот эти вот, они относительно крупненькие. И видно здорово. Вот говорю, даже верхние два поплавочка еще вроде не шевелятся. А нижние уже в сторону пошли, их уже видно. То есть поклевка уже отслеживается. А при таком нежном тесте вовремя подсечь это самое то. Вот, вот, вот всплывают бусинки. Это, значит, на подъем пошел. Не знаю, видно будет, нет. Надеюсь, видно было. Так, надо, наверное, еще одну камеру взять. Потом приехать, половить как-нибудь, чтобы так более видно было. Ага. Всплывает, всплывает. О, крупняк. Вот такое вот у меня место ловли. Камень неправильный. Чемодан неудобно ставить. Так, ну и что у нас там? Так, вот так вот есть. Ну, короче, вон, не знаю, сколько их там. Сейчас. Выводить фото. Ну, то есть, наверное, половина, если есть, то хорошо. Сколько улетало мимо. Видели, да? А если бы карасик был такой, хотя бы с ладошку, было бы вообще здорово. Так, ладно. Ай, красота. Ну, что. Все, наверное, на этом. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.